За прошедшие сутки на линии фронта произошло 80 боевых столкновений, враг нанес 1 ракетный и 63 авиационных удара. Совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по населенным пунктам в прилегающей прифронтовой территории на всю глубину досягаемости своих огневых средств. В результате этих террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненые, к сожалению, и пострадала как жилой фонд, так и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары фиксировались в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот под артиллерийский огонь российских оккупационных войск попало более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. Далее рассмотрим зону ответственности групп войск. Северная группа войск. Волынское и Полесское направления. Тут обстановка без существенных изменений. А вот на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы Украины. В Белгородской области пытается строить линию укреплений. Пытается проводить диверсионно-разведную деятельность. Основная ее часть припадает на Сумскую область. Наши силы обороны ведут контр-диверсионную деятельность, пытаясь локализовать и уничтожить разведгруппы противника. Ну а также наша артиллерия пытается давить огневые средства врага, которые ведут огонь по нашей территории. В общем, ситуация не претерпела существенных изменений. Обстановка тяжелая, но стабильная. Далее переходим на линию фронта. У нас зона ответственности группы войск Хортица. Это Купинское направление открывает ее. И здесь противник вел штурмовые действия возле населенного пункта Синьковки, Ивановки, Харьковской области и Стельмаховки, а также Надежды Луганской области. И наши защитники отразили порядка семи атак противника. Можно наблюдать на Купинском оперативном направлении, можно наблюдать активизацию боевых действий. В принципе, враг активизировался по большинстве участков линии фронта от Сватова до Олешек, пытаясь полностью перехватить инициативу в свои руки в плане навязывания нам тактики ведения боевых действий. Лиманское направление. Тут противник при поддержке авиации вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества. Успеха не имел. Линия фронта осталась без изменений. А вот на Бахмутском направлении тут ситуация начала меняться. Она ухудшилась очень сильно до критической и враг под Бахмутом перешел в наступление. Из числа тех войск, которые они собрались, они решили сформировать что-то, такую ударную группу, ударную группировку и начали атакующие действия. За прошедшие сутки в районах Хромова, Андреевки, Клещиевки враг 10 раз атаковал наши позиции довольно большими силами. И по словам пресс-секретаря сухопутных войск Владимира Фитьо, враг изменил немного тактику. Правда я не вижу изменений. Я вижу возобновление старой тактики с некоторыми вариантами. Что происходит? Рашидские войска вернулись к тактике огневого вала. Но на огневой вал в том объеме, как это было, допустим, еще даже несколько месяцев назад, я уже не говорю там год назад, когда расход боеприпасов в сутки составлял 60-70 тысяч, у них не хватает артиллерии для того, чтобы полностью осуществить огневой вал. Что они делают? Они дополняют это авиацией. К сожалению, наличие вот этих управляемых планирующих бомб у них довольно большое. Вот это приложение или, будем так говорить, доработка бомбы под планирующую, под управляемую, она, в принципе, производится кустарным способом на колене. Но, тем не менее, она есть, что позволяет противнику наносить бомбовые удары параллельно с артиллерийским огневым воздействием. И вот этот вот комплекс мероприятий на сегодняшний день фактически заменяет вот тот огневой вал артиллерии, который был буквально еще несколько месяцев назад или год назад. Тактика та же самая. Они полностью перекапывают, перемалывают нашу позицию, и там просто нечего удерживать на этой позиции. Ни окопов, ни блиндажей, ни укрытий для личного состава, ничего не остается. Сплошные воронки. Вот такую вот тактику применяет враг на всех оперативных направлениях. Там, где может сосредоточить, более-менее сосредоточить артиллерию, обеспечить ее боеприпасами и добавить к этой артиллерии, добавить еще и авиацию. Именно бомбовые удары. Нам катастрофически не хватает средств ПВО, среднего радиуса действия, для того, чтобы сбивать, начать сбивать вот эти самолеты, которые наносят авиационные бомбовые удары. Сейчас оккупанты пытаются прощупать нашу оборону, найти слабые места и ведут активную артиллерийскую работу по нашим позициям. Это вот касается, в частности, и Бахмутского оперативного направления. Далее у нас с вами идет ответственность группы войск Таврия на Авдеевском направлении. Тут враг применял авиацию, не оставляет попыток окружить наши войска в Авдеевке. Основной главной задачей они пытаются прорваться на Степовое, где вчера, мы с вами обсуждали, была замечена первая там группа, это разведка, скорее всего. Разведгруппа, которую мы уничтожили вместе с теми укрытиями, которые они пытались скрыться. И за прошедшие сутки на Авдеевском направлении произошло 18 атак со стороны расширских оккупационных войск наших позиций. Основные усилия враг сосредотачивал на Авдеевку, на Северное, на Тоненькое и на Первомайское. Силы обороны отразили 18 атак. Линия фронта не изменилась, враг успеха не имел, но надо отметить, что на западной части железной дороги в направлении Степового у врага есть тактический успех. И они закрепились за железной дорогой. Сейчас наши войска пытаются выбить оттуда расширские войска, для того, чтобы восстановить положение по железной дороге. Далее у нас идет Мариинское направление. На Мариинском направлении количество атак больше, чем на Авдеевском. Но здесь атаки менее активные и более малочисленные. 22 атаки. Мариинка-Новомихайловка в районе двух этих населенных пунктов отразили наши войска. Линия фронта не изменилась. Остается на прежнем месте. Враг несет потери, но продолжает нас упорно в Мариинке атаковать. Кстати, они Мариинку, скорее всего, судя по обстановке, которая вырисовывается на карте, Мариинку могут использовать как запасной вариант. Если не получится с Авдеевкой, то хотя бы, может быть, получится с Мариинкой. Отсюда такая активность в плане атак. За счет того, что оперативное направление довольно узкое и плотность войск нельзя перенасытить войсками, иначе они начнут толкаться на поле боя, и тогда это просто принесет большие потери и меньшую управляемость войсками. Поэтому они атакуют в большее количество раз, но с меньшим объемом привлекаемых сил и средств. Далее у нас идет шахтерское направление. Окупанты при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия недалеко от Углидара, Золотой Нивы и Старомайорского. Здесь, на шахтерском направлении, наши войска за прошедшие сутки отразили порядка 11 атак противника. Запорожское направление. Здесь тоже враг активно применял авиацию, пытался вести штурмовые действия, контратаки в районе Работина, Запорожской области, но успеха не имел. Здесь практически происходят встречные бои, то же самое, как это было, допустим, на Бахмуте до прошлых суток, пока они не попытались перейти в активное наступление. Здесь тоже происходит основной вид боя, это встречный бой. Они пытаются таким образом не дать нам возможности продвигаться, вести штурмовые действия их позиций и продвигаться вперед. Но наши войска это не останавливает. Мы продолжаем штурмовые действия, продолжаем добиваться хоть тактического, но успеха на Работинском плацдарме и расширяем его по флангам и при возможности двигаемся вперед. В районе Новопрокоповки, в районе Вербового, это позавчера было. Ну а в эти сутки линия фронта стабильна и без изменений. Далее у нас зона ответственности группы войск Одесса. И тут на Херсонском направлении ситуация остается тяжелой, но без изменений. Также наши войска ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника. В районе населенного пункта Крынки идут боестолкновения. Мы пытаемся закрепиться и расширить этот плацдарм между двумя мостами Антоновскими, железнодорожным и автомобильным. Враг пока не спешит, а может быть просто пока не успевает ввести в бой какие-либо дополнительные части для того, чтобы усилить свое действие или свои попытки выдавить наши войска обратно на правый берег. Поэтому мы пытаемся закрепиться и развить успех, пока противник не очухался. Вот это по оперативным направлениям и по группам войск, по зонам ответственности групп войск. А мы немножко поговорим об оккупированных территориях. Временно оккупированный украинский Крым. Там создался дефицит лекарств. В аптеках все запасы препаратов, которые могут быть использованы при оказании первой медицинской помощи, они резервируются для военных госпиталей или тех отделений, которые переоборудуются в военные госпитали. Крым переполнен ранеными. Естественно, для гражданского населения никто там не увеличивал поставки. Из-за наплыва раненых в больницах не хватает мест во временно оккупированном Крыму, а дополнительные госпитали не разворачивают. Более того, гражданское население заставляет сдавать кровь для военных Рашистской Федерации. Вот такая вот напряженная обстановка в Крыму. Ну и в аптеках не хватает лекарств, которые необходимы населению. Никто не собирается их там этим обеспечивать. Далее, в течение суток авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района огневых позиций артиллерии Рашистов, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны противника. Ориентировочные потери Рашистов за прошедшие сутки составили в личном составе 1100 оккупантов, в технике и вооружении в танках 7 единиц, в боевых бронированных машинах 32 единицы, в артиллерийских системах 32 единицы, в реактивных системах залпового огня 2 единицы, в средствах ПВО 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 12 единиц, в крылатых ракетах 1 единица, в автомобильной технике 19 единиц и в специальной технике 9 единиц. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну а прежде чем перейти к следующему разделу, я хотел бы еще отметить такую вещь, как работу Центра специальных операций А СБУ Украины, Службы безопасности Украины. Это в народе называемая Альфа. И они приводят статистику, статистику введения ими боевых действий. Я уже говорил вам статистику за сутки, тогда был рекорд, установленный Альфой СБУ по уничтожению врага. Теперь они подсчитали это за неделю. И вот недельный урожай, который собрала Альфа на линии фронта, точнее даже не на линии, они не воюют на нуле, они воюют за нулем. Они воюют по тылам противника. Так вот, их работа в принципе в самых горячих точках. В частности, они под Авдеевкой пытаются выбивать силы и средства врага, для того, чтобы максимально снизить его боевые возможности, боевые потенциалы по уничтожению или по атакам наших войск. И получилось, что за неделю бойцы Центра специальных операций Альфа отминусовали оккупантов. И в цифрах 165 личного состава оккупантов отминусовано за неделю, 16 танков, 28 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, 4 реактивных системы залпового огня, 1 система ПВО, 16 единиц беспилотников оперативно-тактического уровня, 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки, 55 военных авто, 70 огневых позиций и укреплений, комплекс видеонаблюдения Муром и 3 склада с боеприпасами. Вот такой вот урожай за неделю собрал Центр специальных операций в ходе боевых действий, ну в частности здесь говорится в основном вокруг Авдеевки. То есть проредили максимально где смогли, проредили ряды рашистских оккупантов для того, чтобы ослабить их боевые потенциалы, которые они используют для атаки наших войск. Субтитры создавал DimaTorzok